До начала учебного года остался всего месяц, а до приемки детских садов и того меньше. Начальник управления образования Елена Юферова проверила степень готовности дошкольных образовательных учреждений к 1 сентября. В городе больше 130 детсадов. В 2018 они получили 50 миллионов на ремонт и мероприятия по пожарной безопасности. Это рабочая поездка в плане проверки работ, которые выполняются в настоящее время и в плане подготовки наших дошкольных образовательных учреждений к приемке. Потому что приемка детских садов у нас начнется где-то через 2 недели после школ. Детский сад номер 23 получил 280 тысяч рублей на ремонт прачечной, ремонт буфетной комнаты, восстановление мягкой мебели. В одном из помещений заменили окно, положили новый линолеум. Особое внимание уделили пожарной сигнализации и исправности электропроводки. Мы как-то стараемся постепенно и в общем-то в помещении как бы нас все устраивает. Устраивает меня как руководителя, родителей, деткам нравится. Единственное, о чем бы мы хотели мечтать, и я как руководитель и наши родители, это асфальтовое покрытие, подъездные пути. Я так думаю, что вы уже отметили, в каком они у нас состоянии. Вот об этом мы мечтаем. Самые распространенные работы – ремонт кровли и фасада. В 163 детском саду решили привести в порядок пристройку. Там в соответствии с пожеланиями родителей планируют открыть хореографический кружок. Кроме того, в здании укрепили фундамент, выполнили мелкие косметические работы. Потратили почти 400 тысяч рублей. Нам бы хотелось, конечно, сейчас возникла необходимость по замене отопительной системы водоснабжения канализации. Так как у нас нет подвального помещения, эти все коммуникации находятся в земле, и процесс гниения, он идет. И каждый раз, когда происходит опрессовка, я переживаю, как бы у меня не рванули трубы. Серьезных нареканий к руководителям садиков нет. Все работы устраивают. К середине августа комиссия должна проверить все дошкольные учреждения, соответствуют ли стандартам и положенным противопожарным правилам.